Всем здорова, с вами Марк Юзенос и сегодня я бы хотел рассказать о своих впечатлениях после просмотра кинофильма «Пиксели». Данный фильм снят по мотивам фанатской короткометражки, в котором ожившие герои старых видеоигр нападают на человечество. На самом деле, этим и можно описать весь сюжет фильма. В 80-е годы правительство США отправило в космос запись величайших достижений человечества, поп-культуры, индустрии, в том числе и видеоигр. Дабы возможно, только возможно, эту запись бы нашла какая-нибудь внеземная цивилизация и поняла, какой у них замечательный мир, как мирно они настроены. Но в фильме все получилось немного по-другому. Инопланетяне нашли эту запись, да, но когда они посмотрели запись с видеоиграми, то подумали, что это прямое объявление войны. И тогда, под видом героев этих видеоигр, они вторгаются на землю и заявляют то, что тот, кто победит в трех разных раундах, то есть в трех разных играх, и будет владеть землей. Естественно, ни одно современное оружие не способно уничтожить этих инопланетян. И тогда на помощь призываются геймеры, которые в свое время были чемпионами в различных аркадных играх. На самом деле, главное опасение в фильме вызывал главный актер Адам Сэндлер. Не то, что я считаю его плохим актером, нет, мне нравятся некоторые фильмы, а сладкий бабалек до сих пор в моей голове засел. Но помимо этого, Адам Сэндлер как-то вот, знаете, вот не очень мне нравится, и фильмы с ним такие средненькие выходят. И мне, как истинному геймеру, очень хотелось, чтобы этот фильм вышел крутым. Но опять же, повторюсь, наличие Адама Сэндлера у меня лично вызывало опасения за фильм. И вы знаете, если бы единственным стоящим актером в этом фильме был он, то, наверное, это смотрелось бы хуже, чем вышло на самом деле. Опять же, как и в случае с Человеком-Моравьем, мне больше понравился не главный актер, а все, кто его окружают. Особый отдельный респект хочется выразить Питеру Динклэджу, самому обаятельному карлику Голливуда на данный момент, который здесь играет чемпиона по Данке Конгу. На самом деле, исключительно моя личная придирка, это то, что тут показали слишком мало игр, на мой взгляд. То есть, да, тут пришельцы принимают и облик фигуры Стетриса, и Данке Конга, и Пакмана, и прочих, но хотелось еще большего. Но это уже, говорю, лично моя придирка, так-то все замечательно. И показано все это с точки зрения спецэффектов, достаточно убедительно. То есть, пиксельные герои, которые атакуют реальный мир, получились достаточно внушительными, и на них интересно и приятно смотреть. Никому ни слова об этом. Вообще, в целом, фильм получился достаточно неплохим, о некоторых сценах хочется даже показать и рассказать другим, что редко на самом деле случается, что в играх, что в кино. Например, то, как Кьюберт смотрит за процессом игры в Last of Us, это просто... Мне эта сцена очень понравилась, хоть она и коротенькая. Или то, как тут показано разное поколение геймеров. Для кого-то классика это Halo и Call of Duty, а для главного героя классика это Asteroids, Данке Конг, Пакман и прочие аркадные радости. Вот так вот я прикинул и подумал, действительно, те, кому сейчас лет 15-16, для них, наверное, Halo и Call of Duty первое. Это классика. Для меня, например, одно из первых игр, в которые я вот серьезно начал играть, это был первый XCOM. Не ремейк, который вышел недавно, а самая-самая первая пиксельная часть. Вот именно это различие тут показано хорошо, хоть и очень-очень поверхностно. Но все равно радует, что авторы зацепили этот момент. Всем, кто хоть как-нибудь играет в игры, а особенно тем, кто застал эпоху аркад, фильм просто обязательный к просмотру. Для всех тех, кто не знаком с игровой индустрией, тут есть Адам Сэндлер, Питер Динклейдж и еще несколько хороших актеров, на которых с удовольствием можно посмотреть. Спецэффекты красивые, фильм по сути своей достаточно легко смотрится, но тот же мультфильм Ralph, который тоже эксплуатирует похожую тему про героев видеоигр, мне понравился гораздо больше. Но таких фильмов вообще по пальцам пересчитать, поэтому все обязательны к просмотру, и Пиксели в том числе. Так что Битый Пиксель рекомендует фильм Пикселя. Подписывайтесь на канал, если понравилось, смотрите наши другие видео и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok